20 часов 20 минут в эфир выйдет информ тв с новостями дня а сейчас предлагаем вам посмотреть передачу и о верности окопной не нарушу посвященную памяти юлии друниной а Я только раз видала в Капашне, раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Я музу бедную, безбоженную, все время дергаю постой. Так просто показаться сложной, так сложно муза быть простой. Ах, простота, она дается отнюдь не всем и не всегда. Чем глубже вырыты колодцы, тем у них прозрачнее вода. Субтитры сделал DimaTorzok Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. На ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки рассыпаются, где елочки стоят, Который год красавицы гуляют без ребят. Без нас, девчатам, кажется, что месяц сажей мажется, А звезды не горят. Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Война, то слово, словно пропуск в душу. Тесней, глядяющий солдатский строй, Я верность окопной не нарушу, Навек останусь фронтовой сестрой. А если все же струшу ненароком, Зазнаюсь, друга не замечу боль, Ты повтори мне, тихо и жестоко, То слово, поколение пароль. Целовались, плакали и пели, Шли в штыки, И прямо на бегу Девочка в заштопанной шинели Разбросала руки на снегу. Мама, мама, я дошла до цели, Но в степи на Волжском берегу Девочка в заштопанной шинели Разбросала руки на снегу. И когда я бежать попыталась из плена Глаз твоих, Губ твоих И волос, Обернулся ты ливнем И запахом сена, Птичьим щепетом, Стуком колес, Все закрыты пути, Все заказаны тропы, Так за годом уносится год. Я лечу в пустоту, Перепутанной с тропой, Только дольше бы Длился полет. Что ж, И мы, как все на свете брен, По-солдатски Нужно встретить смерть, Уходить с достоинством Со сцены Это тоже Надо уметь. Прожито немало, Слава Богу. Было плохо, Было хорошо. Выпьем же, Товарищи, на дорогу. Наливай ровесник В пассажок. Я ушла из детства В грязную теплушку, В эшелом пехоты В санитарный взвод. Дальние разрывы Слушал и не слушал Ко всему привыкший Сорок первый год. Я пришла из школы В блиндажи сырые, От прекрасной дамы Мать и перемать. Потому что имя Ближе, чем Россия Не смогла сыскать. В глазах Углы твоих упрямых скул. Наши он стоит Под терееки. Где ты воюешь? На каком снегу? Доробит виски Артиллерийский гул, Балтийский ветер Обдувает щеки. Где ты воюешь? На каком снегу? Перед собой Отчитываю строже. Тот, кто узнал Окопную тоску, Суровым сердцем Изменить не может. Тот, кто узнал Окопную тоску. Рассвело. Было тихо И солнечно. И вдруг Черный столб Посреди колонны Недалеко от меня. Потом второй, Третий Это уже за мной. Дорога сразу опустела. Все, кто уцелел, Скрылись в лесу. Остались только Неподвижные, Застывшие в неестественных Позах фигуры. Дослышались крики раненых. Сестра, сестра. Я действовала автоматически. Перевязывала одного, Второго, третьего. Пока не услышала крики Танк, танк. И не увидела бегущих солдат. Я мчалась через лес, Спотыкаясь, Падая, Расшибаясь и не чувствуя боли, Твердя про себя, Как молитву. Господи, Господи, Если ты сделаешь чудо И оставишь меня живой, Никогда больше не сунусь В этот ад. Потеряла санитарную сумку. А потом все стихло. Я почувствовала, что выдохлась, Замедлила шаги И вдруг услышала родное, Стой! Кто идет? Я оказалась в расположении Пехотного полка. Меня отвели на КП батальон. А потом вся землянка Сотрясалась от дружного хохота. Оказывается, я приняла свой танк За фашистов. А солдаты бежали в рассыпную, Потому что знали, Немцы сейчас начнут Палить по нему изо всех сил. Ну вот что, доктор, Отсмеявшись, сказал Камбат. Своих ты все равно потеряла. Оставайся с нами. Будешь одна За весь сан взвод. А сейчас иди. Спи. Всю жизнь от зависти Томиться мне К той девочке, Худющей и неловкой, К той юной санитарке, Что с винтовкой шла В кирзачах пудовых По войне. Неужто вправду Ею я была? Как временами Мне увидеть странно Солдатский орден В глубине стола? А на плече Рубец Солдатской Раны. Только что пришла С передовой Мокрая, Замерзшая И злая. А в землянке Нету никого И дымится Печка затухая. Так устала Руки не поднять. Недобро согреюсь Под шинелью. Прилегла, Но слышу, Что опять По окопам Нашим Бьют Шрапнелью. Из землянки Выбегаю В ночь, А навстречу Мне рванулось Пламя. Мне навстречу Те, Кому помочь Я должна Спокойными руками. И за то, Что снова До утра Смерть Ползти Со мною Будет рядом Мимоходом Молодец Сестра Крикнут Мне товарищем Награду. Да еще Сияющий Комбат Руки Мне протянет После боя. Старшина Родная Как я рад, Что опять Осталась Ты живою. К своим Мы пробирались Тринадцать Суток. Тринадцать Дней И тринадцать Ночей. Сколько Ж это Составило Часов Минут Секунд Впервые Я поняла, Что секунда Может быть Вечностью. Впервые Поняла, Как относительно Понятие Время. Мы шли, Бежали, Ползли, Натыкались На немцев, Теряли Товарищей. Замерзшие, Уставшие, С одной Только Мыслью Пробиться. Случались Минуты Отчаяния, Отупения, Безразличия. Но Чаще На это Просто Не было Времени. Все Душевные И все Физические Силы Были Сконцентрированы На одной Какой-то Конкретной Задаче. Незаметно Проскочить Шоссе, По которому То и дело Проносились Немецкие Танки. Или Прижавшись К земле Молиться, Чтобы фашист, Зашедший По нужде В кусты Не обнаружил Тебя. Или Пробежать Несколько метров До спасительного Оврага, Пока Твои Товарищи Прикрывают Отход. И над Всем Этим Ужас. Панический Ужас Перед Пленом. У меня, Девушки, Он был Гораздо Острее, Чем У Мужчин. Наверное, Этот ужас Здорово Помогал Мне. Потому Что Он был Сильнее Страха Смерти. Ржавые болота, Усталая Пехота, Да Коп У Смерти На краю. Снова Сердце Рвется К вам, Родные Хлопцы, В молодость Армейскую Мою. Ржавые Болота, Усталая Пехота, Фронтовые Дынные Края. Неужели Снова Я С тобой Суровой Повстречаюсь, Молодость Моя? Кроме Меня в полку Есть еще одна девушка Со мной инструктор Лена Двойных Грущица Высоченная Широченная Из тех Про кого Говорят Неладно Скроен Да Крепко Шит Ее Все Называют Большой Старшиной А Меня Маленькой Старшиной Лена Большая Старшина Трусиха И страшная Матершиница И вдруг Безответно Влюбилась Предмет Ее Любви Командир Самоходки Леша Даже Немного Побаивался Этой Неуклюжий Гренадерши Обходил ее стороной А когда Лешу послали На опасное задание Разведку боем Лена Влезла в его Самоходку И отказалась Выходить обратно Машина была Подбита Загорелась Экипажу Все-таки Удалось Выбраться Через нижний Люк Но он Был расстрелян А Лену Схватили И замучили Мы поняли Это когда Продвинувшись Вперед Нашли то Что осталось От самоходки И то Что осталось От экипажа Лену я узнала Только по Хорошо знакомому Комбинезону Я помнила Эту заплатку Черную заплатку Пришитую Белыми нитками Да еще По пряди ее Рыжих Жестких волос Почему-то Зажатых В кулаке Наш Первый Тост Мы Стоя Молча Пьем За тех Кто Навсегда Остался Юным Наш Первый Тост И грусть И гордость В нем Чистейше Он задевает Струны Те струны Никогда Не замолчат Натянуты Они Не потому ли Что Не забудешь Как Другой Солдат Тебя Собою Заслонил Заслонил Мужествен Мужественного Лиц Он был Красив Той Плакатной Арийской Красотой Которой Так не хватало Самому Фюреру Его Даже не Портили Здоровенная Ссадина На скуле Медленная Медленная Змейка Крови Вытекающая Из уголка Рта На секунду Его голубые Глаза Встретились С моими Что-то Вроде Жалости Шевельнулось Во мне Я Смочила Перекисью Ватный Тампон И наклонилась Над раненым Тут же У меня Помутилась В глазах От боли Я не сразу Поняла Что произошло Оказывается Пленный Которому Я хотела Помочь Изо всех Сил Утарил Меня Подкованным Сапогом Вживую Я поняла Что Передо мной Фашист В Риге Наш полк Поставили На переформировку Личный состав Расквартировали У горожан В городе Сразу же Был наведен Железный порядок Началась Сытая Спокойная Жизнь И тут У меня Как всегда На войне Когда отпускает Нервное напряжение Сломалась Какая-то пружина В санчасти Послали На комиссию В истории болезни В частности Было сказано Частые обмороки Частые кровотечения Из полости носа Сильные головные боли Кашель С кровавой мокротой Сказалась Таки Контузия И вывод Тот же Что и при первом Решении Негоден К несению Военной службы С пересвидетельствованием Через шесть месяцев Свидетельство Это было выдано 21 ноября 1944 года Эх, дороги Пыль да туман Холода, тревоги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это не заслуга А удача Стать девушке Солдатом на войне Когда сложилась жизнь моя иначе Как в день победы Стыдно было бы мне С восторгом нас, девчонок Не встречали Нас гнал домой Охрипший военком Так было в сорок первом А медали И прочие регалии Потом Смотрю назад В продымленные дали Нет Не заслугой В тот зловещий год А высшим счастьем Школьницы считали Возможность умереть За свой народ Идем, идем, идем Веселые подруги Страна, как мать зовет И любит нас И все нужны Допустимые руки И наш хозяй Веселый женский глаз А пусть все пушки А пусть расслабит Пускай устраrie Пускай встает Нам Страна Изволдной песни Убむ Среди героев Наши имена Для нас audи ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я заблудилась на кладбище. И было жутко слышать мне, как погребальный ветер свищет в потусторонней тишине. Я заблудилась. Заблудилась. Нечеи-то слышатся шаги. Родной, как в жизни, сделай милость. Мне помоги. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ БЕДНОЕ СЕРДЦЕ ПЛАЧЕТ, ПЛАЧЕТ, СТРАДАЕТ, ГДЕ МИЛЫЙ СКРЫЛСЯ, ГДЕ ПРОПАДАЕТ, ГДЕ ПЛАЧЕТ, СТРАДАЕТ, А ЖИЗНЬ ЛЕТИТ, ЛЕТИТ НА ПРОПАЛУЮ, И Я НЕ СТАНУ ЖАТЬ НА ТОРМОЗА, СОЛОНОВАТЫЙ ПРИВКУС ПОЦЕЛУЯ, ЛЮБВИ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА И ГОРОДОВ МЕЛЬКАЮЩИЕ ЛИЦА, ГДЕ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ЗАЛ КАК НОВЫЙ СУД, И ГУД В КРОВИ СТИХОВ ГРЯДУЩИХ ГУД И НЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВИТЬСЯ, ПОКУДА ЖИЗНЬ ЛЕТИТ НА ПРОПАЛУЮ, ПОКУДА Я ЕЙ БЛАГОДАРНО ЗА СОЛОНОВАТЫЙ ПРИВКУС ПОЦЕЛУЯ, ЛЮБВИ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА. НЕТ, Я НИКАК ПОВЕРИТЬ НЕ МОГУ, ЧТО ТЫ НА ТОМ НЕЗДЕШННЕМ БЕРЕГО, КУДА СЛОВА МОИ НЕ ДОЛЬДЯТ, И ДАЖЕ МАТЕРИ МОЛЯЩИЙ ВЗГЛЯД, И ДАЖЕ В СКРИК ОТЧАЛЬНОЙ ЖЕНЫ, К ТЕБЕ ТЕПЕРЬ ПРОБИТЬСЯ НЕ ВОЛЬНЫ, А Я ВСЁ ТАК ЖЕ, ТАК ЖЕ ВИДЯТ БОГ, ХВАТАЯ ТРУПУ, УСЛЫХАЛ ЗВОНОК, КАК БУДТО БЫ ИЗ ЧЁРНОЙ ТЕМНОТЫ, ВДРУГ ПОЗВОНИТЬ НА ЗЕМЛЮ, МОЖЕШЬ ТЫ. ДОГОНЯЕТ ВОЙНА ТЕХ, КТО МНЕ ВСЕХ ДОРОЖЕ, И НАПРАСНО Я ДРУГУ КРИЧУ, ПАРИСЬ! С ПУЛИ В СЕРДЦЕ НА ЗЕМЛЮ УПАЛ, СЕРЕЖА, И С ТЯЖЁЛЫМ РАНЕНИЕМ ЛЕЖИТ, БОРИСЬ! ПОКОЛЕНИЕ УХОДИТ ОПЯТЬ, РАНОВАТО, ОБРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ ЗА СТРУНОЙ СТРУНА, ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОТПУСК СОЛДАТАМ, ТОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ДАЛА, ВОЙНА. ПОДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ДАЛА, ПОДЕЛА, 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 ТОЛЬБЫЛА, ПОДЕЛА, ПОДЕЛА, Всё, что было загаданно, Всё исполнится в срок. Не погаснет без времени Золотой огонёк И просторно, и радостно На душе у бойца. От такого хорошего, От её письмеца И врага ненавистного Крепче бьёт паренёк За советскую родину Родной огонёк. И врага ненавистного Крепче бьёт паренёк За советскую родину Родной огонёк. Не проклинаю долю вдовью, Жить не согнувшись буду с ней. Мне всё оплачено любовью Вперёд до окончания дней. Да, той единственной, С которой сквозь пламя человек идёт, С которой он сдвигает горы, С которой головой облёт. Почему ухожу? К такому несовершенному существу, Как я, Можно только имея Крепкий тыл. Покрывается сердце им. Очень холодно В судный час. А у вас глаза, как у инока. Я таких не встречала глаз. Ухожу. Нету сил. Но издоль Всё ж крещённое Помолюсь. За таких вот, как вы. За избранных Удержать над обрывом Русь. Но боюсь, что и вы бессильны. Потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, Не могу. Не хочу смотреть. Смотрите. 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 Смотрите.